Нынешний столичный бюджет, по мнению многих специалистов, можно назвать уникальным. Ведь когда его принимали, никто и представить не мог, что после кризиса в Таллине вырастет безработица, причем даже в такой сверхблагополучной отрасли, как туризм. Но тем не менее это произошло. Снизилось поступление налогов, увеличилась статья расходов и тем не менее столичный бюджет выдержал. Мы должны быть готовы, необходимый пакет поддержки реализовывать и в следующем году, в случае, если действительно ситуация будет ухудшаться. Мы это предусмотрели и в бюджете. В следующем году объем выделяемых средств на социальную сферу вырастет на 9%. Несмотря на то, что выросли траты на социалку, продолжились, а некоторые были даже завершены, проекты по строительству социальных домов, реновации школ и детских садов. Особенно ждали реализации таких проектов дети с особыми потребностями и их родители. В Лас-Наймайской основной школе, например, появился учебный центр для особых детей. Это подразумевает также то, что здесь будет большой спортивный зал, полноразмерный, со всеми необходимыми функциями. Кроме того, будет полностью обновлен стадион, приведен в порядок. И, соответственно, это будет такой, как принято говорить, кампус, где все есть, не нужно никуда двигаться, не нужно никуда ездить. Все необходимое для учебы, для детей с особыми учебными потребностями будет здесь присутствовать. Такой учебный центр, конечно, не единственный. Также, как не только в Лас-Наймай, появились в 2020 году обновленные школы и спортивные площадки. Таллинн в прошлом году строился, развивался и заметно похорошел. Хотя открытие Рэйди Тэй состоялось в конце 2019 года, в полном объеме эта важнейшая магистраль открылась в нынешнем. Например, были установлены умные светофоры, работа которых зависит от потока движения. Мы реконструируем, мы проектируем очень много новых дорог, что можно вспоминать. Это сразу Петербургское шоссе, о котором много говорится. Так что работ много, и в следующие годы Аталии никогда не будут готовы. В следующем году планируется построить уникальную зеленую зону – парк Тондираба, где будут предусмотрены места отдыха для горожан и современные спортивные зоны для любителей даже экстремальных видов спорта. А в числе долгосрочных проектов стоит отметить строительство Таллиннской больницы суперсовременным оборудованием, которое должно завершиться к 2027 году. Ленатуровская, Титкарк, Новости Таллина.